И, наконец-то, мы дождались. Мы дождались этого великолепного события. Мы дождались финала Rockstar Female Cup. И так получилось, что в финал у нас прошли две команды Alternate и Moscow Five. Пока у нас игроки стоят, могу вам быстренько напомнить, как это было. Как раз-таки из одной группы вышли обе команды, из группы А. Обе набрали одинаковое количество очков, по 8. Но по разнице раундов Alternate вышли из группы с первого места, а Moscow Five пришлось играть стыковые матчи, чтобы попасть в полуфинал. Они сыграли стыковые матчи против FUNFINCHED, обыграли их, сыграли полуфинал и вышли с боем против Millennium. Причем наказали на первой карте их со счетом 16-3, то есть отомстили им за СВЦ. В общем, сегодняшний день у Moscow Five задался как нельзя лучше, в отличие от вчерашнего. Например, вчера наши девушки проиграли в ничью, но такая ничья это, конечно, как будто и проигрыш, потому что команда вообще не выиграла ни у кого на этом чемпионате. Зато вот мы с ними сыграли в ничью. Потеряли драгоценные очки и, к сожалению, вышли не с первого места, но, тем не менее, все получилось как получилось и в итоге мы в финале. Смотрим, болеем за наших девушек. И давайте я вам быстренько пока оглашу составы команд, я уже это делаю целый день, вы, наверное, можете их уже выучить пофамильно, но, тем не менее, наверное, так будет правильно. Итак, состав команды Alternate. Майра Перес, она же Ипса, Ирен Санчес, она же Ирен, Мелани Гуччи, она же Бионт, Зайнап Турки, она же Зас и Кэтлин Ледж, она же Кэйти. Состав команды Moscow Five. Алла Курешова, она же Тату, Сафико Цаава, она же Соня, Вероника Албашеева, она же Вендетта, Кристина Велимовская, она же Мелкая и Станислава Зоткина, она же Сейнт. Сейнта является шестым игроком Moscow Five, пятый игрок это Моси, Таисия Ефимова, но она, к сожалению, не смогла посетить данный чемпионат, потому что у нее зимняя сессия и как-то там что-то не совпадает по датам, поэтому она приняла решение не участвовать и за место на нее поехал Сейнт. Сейнт уже не первый раз спасает свою команду, она ездила на СВЦ за Moscow Five, где, напоминаем, М5 заняло третье место, заняло бронзу, это, в общем-то, хорошее очень достижение. И вот тут, ребята, что ж такое-то все. И тут вот наши девушки вышли в финал чемпионата, что, конечно же, очень и очень приятно. Смотрим. Первый раунд. Moscow Five за КТ, Сейнт заходит в аркаду, нижнюю темку, мы тоже видели, она это часто делает в первых раундах, по крайней мере, я это уже подмечал, по-моему, вчера. Вендетта чекает зигзаг, мелкая чекает нижнюю темку, Сейнт уже ушла из аркады, хотя вот, кажется, снова решила пойти. Ну, а альтернейт все идут у нас по длине, там их будет чекать Тату, она, по идее, уже должна была прочекать, ну-ка, ну-ка. Ну, теперь-то уж точно она поняла, что это Маздейл. И смотрим, как будет наши девушки отбивать Плант А. Убили Тату, к сожалению, естественно, ей было держаться особо некуда, и теперь на зигзаге умирает мелкая, ну же, минус от Вендетта, отличный голова-шот. Три в четыре, при этом Кэйти Бионт очень коцаная, а у нас все живые, смотрим. Ой, тыкает Вендетту, тыкает Вендетту, успевает на перезарядиться. И воюет тогда на зигзаге. Где же все остальные ютимейтши? Сейнт уже СДЛ, там еще с Катериспоксом помогает. Сони минус два, бомба, Грены, точнее, отлично, два в два ситуация, ЗАС. Сони одна против двоих, минус один, и один в один, Сони. Ипса на зигзаге, бомба стоит на зигзаг, и, к сожалению, Сони уже не успеет ничего сделать, раунд останется за альтернейт. Как бы это было не прискорбно, но это так, один-ноль, альтернейт впереди. Слишком уж быстро тихает бомба, и даже если бы Соня сейчас убила бы своего врага, бомба раздефудить нам бы не успела. Так, посмотрим, какие у нас карты будут играть у девушки. Первая карта ДАС-2, а вторая и третья вроде бы пока неизвестны. Да, остальные две карты пока неизвестны, играется БС-103, естественно. Но если что, мы это сами чуть попозже узнаем. Ирэн и Ипса накаливают на зигзаге, остальные холодят под Б, причем накаливают неплохо, так накаливают, убивают. Виндетт убивает Сейнт, и в итоге, в этом раунде вряд ли, что получится Соня сейчас заходит в аркаду на Б, должна, да, сказала инфу, что другой под Б, с бомбой, но сколько-то мало, потому что все наши девушки в любом случае умерли. 2-0, альтернейт, пока впереди. Маз-Б от интернет, там у нас всего лишь одна Соня, у нас еще одна, естественно, на даче. И посмотрим, посмотрим за Софиком, где она у нас. Ай, чуть-чуть не хватило, дала она очень сильно в голову Ирэн, давайте посмотрим, сколько хп у нее осталось. 12 хп, всего лишь 12 хп остался у Ирэн. Она с USP, ее первые запускают, естественно, чтобы не отдать ган на чек-планта, и теперь она дает им фу, что на Б никого, все спокойно забегают, ставят бомбу, ну и спокойно сейчас переселяют всех наших девушек. В этом нет ничего страшного, отдача, а у следующего раунда уже будет интересным, у наших девчат будет закупочка. Вот ганны, и вот ганны, и мы посмотрим, кто сильнее. Надеюсь, что немки получат свое, то, что они заслужили. А вот что они заслужили, победу или поражение, мы увидим совсем скоро. АВП у Сони, АВП у Вендетты, два АВП играют наши девочки. Сони держит центр, Вендетта держит ДЛ. Пока что альтернет у нас не аркадит, особо не активно, особо активно не действует, только Ипсуанс. Прочекала Темку, заходит в нижнюю, Катя и Брион даже не выходят на ноль, тут тусуют, боятся, естественно, Сони, там уже и дым бросили, все равно боятся выходить, ждут, возможно, аркады. Думают, что могут наши девочки как-то активно их принять. Посмотрим за ЗАЗ, ЗАЗ ПД сейчас должна умирать от АВП, нет, получает Вендетта флешку, ЗАЗ тоже получает флешку, видит гранаты с ямы. Стреляется с ямы, к сожалению, татушка умирает, не получилось у нее сразить врага, и это сплит на А через Зигзаг и через ДЛ. Смотрим за Кейти, за Мэтфрагером и командой Альтернейт, самая молодая участница, ей всего 20 лет, но при этом стреляет на нам будь здоров, допустим, в предыдущей игре она шла 26 на 8. Ну и вообще, это такая основная задача в команде, она беги стреляй, как говорится. И это у нее очень хорошо получается, ЗАЗ делает минус на ДЛ, и в итоге планта уже, можно сказать, и занят. У нас два игрока на КТРСП, и один игрок, причем 2 ВП, тут явно будет СФ, конечно, будет попытка кого-то отстрелить. Да, уходит на сейв. Такой весьма пассивный сейв, разве что... Нет, все ушли, да, абсолютно не стали никого дожидаться, никого отстреливать, решили лучше заставить оружие на следующий раунд, тем более тут 2 ВП, естественно, это совершенно логичное решение. Напоминаю вам, что Moscow 5 уже встречались с Альтернет совсем недавно, в групповом этапе, где они сыграли в ничью 15-15, и они встречались на СВЦ, где победу тогда одержали Moscow 5. Что же будет сегодня? Покажет время. А пока что у нас счет 4-0 в пользу немок. Это кубочка от Moscow 5. Ганвы раунд. Давайте посмотрим за Соню, она вас держит в центре, возможно, кого-то отстрелит. Возможно, идет на Б. Такой тоже вариант возможен. Ипс одна под Б. Одна одиночник, ее все время туда прогоняют. А остальные халдят под длиной и под нулем. Смотрит Соня нолик, пока никого там не видит. Тут я еще бросил дым. Мы видим получше, у меня стоит 16 бит, у нее, видимость, гораздо хуже, у нее 32 бита. Поэтому особый толк от ее ОП пока что нет. А ведь это делает минус на ДЛ, тут подстраховывает татушка с ФАМАСом. Заходит бархат, включает рога, но немножко с прицела сбился, к сожалению. 4 в 4 остались девочки. И проход, альтернейт, по зигзагу. И ЗАЦ будет поджимать с ДЛ. Там будет война с Виндетой. Ой, убивает Виндетой, к сожалению, почему-то не смотрел никто на с ДЛ. Видимо, подумали, что с ДЛ уже все ушли. И снова, снова занимает план ТА. Всех отсюда прогнали, всех убили. Ставится бомба. И Соня мелкая будут пытаться выбить. По крайней мере, дается флешка мелкой. И потом от ее действий зависит уже, что будет дальше. Минус от мелкой. Так, 2 в 3 ситуация. Убивает мелкая. Ну и теперь уже Соня, конечно, наверное, лучше засейвить свое оружие. Тем более, это АВП. Так, минус от Соня есть. И да, сейв, естественно, сейв. Найс страйк, как говорится. Но 5-0. Альтернейт. Альтернейт впереди. Интересно было бы посмотреть Инферно. Потому что именно Инферно. Moscow 5 разгромили Миллениум. Достаточно сильная карта ихняя. И вот, если следующая карта будет Инферно, то я надеюсь, что... Я надеюсь, что... Все на ней будет хорошо. Извиняюсь за отвлечение. Масс Дэлс Альтернейт. При этом Moscow 5, к сожалению, уже отошли. С самого планта А. Есть только Сейнт на Зигзаге. Она сейчас может, в принципе, удивить. Нет, никого он здесь не удивит. Она получит только кучу КАЕшек. 19 ХП у нее осталось. И она успешно ретируется. Смотрим, что придумывает Moscow 5. Мелкая Соня Сейнт. Сейнт подходит под ДЛ. Мелкая будет идти через Зигзаг. Соня вместе с Сейнт. Естественно, Сейнт мало ХП. Нужно ей помочь. И мелкая Сейнт, к сожалению, обе умирают. Остается Соня с АВП. Но против 4-х врагов, к сожалению, вряд ли у нее что-то выйдет. И она уходит на сейв. Таким образом, что Соня уже 6-0. Немножко это пугает, конечно. Но это пока самое начало игры. Еще... Ой, промахивается Соня. Обидно. Обидно. Мазбет, альтернейт. АВП. Ипсы. Нет, у нее коллаж. Надо просто смотреть центр. Что-то, Аркада понимает, альтернейт, что Москва-5 отдача. И, в принципе, сейчас Ипса должна дождаться. Дает флеш и уходит к своим девушкам на Б-плант. Сейчас, которые... Которые они сейчас зайдут. Прочек, чтобы никого нету, поставит... Ох, минус от Соня, отлично! Но, к сожалению, она больше не хватает. Мы же видели минус 2 от Соня на Б-планте, кажется. Кажется, даже сегодня. Ну, или вчера. Но не суть. Суть в том, что на даче тоже она прямо две головы отлично и снесла с ЮСПА. Прямо вот именно из этого положения. Но здесь, конечно, все будет пожестче. 7-0. 7-0. И все это немножко устрашает. Закупка в Moscow Five. И вот этот раунд самое анно для того, чтобы начать набирать раунды. Иначе альтернеты тут уйдут уже в глубокий отрыв. И остановить их будет гораздо тяжелее. Посадка на ДЛ против Ирен. Должна сейчас умирать. Тут, правда, дым. Это может сыграть злую шутку с кем-нибудь из девушек. Но я думаю, что Ирен спокойно дождется, пока дым рассеется. Попробую что-то прочекать. И сейчас я должна ее снять. Давайте посмотрим за Сейнт. Она сидит на ящике. Быстрее всего должна увидеть врага и должна, естественно, его снимать. Даже двух врагов. Получает на Хаешку. Прочекали ее, я не знаю. Так, минус есть. И второй минус должен быть. Ну как же так? ЗАЗ делает минус 2. Тату не справляется со своей стрельбой. И в итоге ситуация 3 в 4. Вендетта дает две флешки. Заходит под свои же флешки. И никого не... Нет. Замечает врага. Убивает ЗАЗ. Отлично. ЗАЗ в тайминг попала. В неудачный очень. Причем, судя по всему, она не словила флешки. Она просто вышла и... Вот не очень удачно. Думал, видимо, что просто я откидываю флешки и отходят ближе к планту А. Но нет. 2-2. Ситуация поставлена бомба на Апланте. Вендетта у нас на зигзаге. Мелко дает ей Хаешку. Почти что прямо под нос. Ай, умирает Вендетта. Не справляется опять же со своей стрельбой. И мелкая... У нее есть инфа, что оба врага на зигзаге. И все, что она может сделать, это вот топнуть, как сейчас. И теперь осталось только пойти и убить врага. Потому что больше тут сделать нечего. Есть по ней инфа. Ее обе девушки в фокусе должны, по крайней мере. Она же вроде как топнула. Возможно, Бьетт этого не расслышала. Минус от мелкой. Минус. Но толка туда мало. Бомба пикает. И 8-0 в пользу Альтернет. Да, пока ситуация, конечно, утручающая. Но все еще впереди. Смотрим. Закупка. Снова закупка. А, нет. Это сейв. Засыбленные эмки. Или что? Нет, закупочка. Закупочка. Маскопайв. АВП от Сони. Давайте посмотрим. Как обычно за ней. Парамахивается. Не попадает ни по кому. Заходит в более агрессивную позицию. Смотрит нижнюю темку. Убивает тату. Взрывает Сейн. Делает минуса на ДЛ. Хотя бы есть размены. Заходит в аркаду. Так, наконец опроснул Сони в своем АВП. И Сейн дает флеш. Заходит в аркаду. Ну, делает минус. Да, отличный раунд. 4 в 2. Ситуация. Кейти и Бьонт у нас под ДЛ. По идее, да, есть инфа об обоих у Сейн. И я надеюсь, что сейчас девушки нормально разберутся ситуацию и не натворят бед. Отходит. Отходит с ДЛ. Сейн это слышит. Дает инфу Сони. Соня держит нолик. Ну и смотрим за Сони. Теперь дело. Теперь будет работенка. И у нее... Ой, вот не вовремя она выключила прицел. Прямо-таки, когда перед ней решили прибежать враги. Смотрит зигзаг. А, у нас... Наверное, будет даже выход под флешечку на центр. Да. Кейти дает флеш. Выходит. И сейчас, может быть, очень бобо. Нашей Софии... Нет, Кейти промахнулась. Ушла уже. И перетяжечка под Б-плант от Альтерней. Смотрим за Сони. Как-то, мне кажется, зря сейчас Москва 5 не перетягивается под Б. Потому что тут и Сейн контролит Дейл, и мелкая. И в итоге одна соним всего лишь на Б. В не самой удобной позиции с АВП в упоре. Мне кажется, зря. Зря Москва 5 не... Ну где же помощь-то, а? Ну ладно, надеемся, что Сони у нас сделает хотя бы один минус, чтобы было полегче. Потому что с такой позиции с АВП, ну... Это будет очень сложно. Минус один есть. И смотрим на второй минус, будет ли. Ну, конечно, здесь очень сложная позиция. Второй минус был сделать очень сложно. И в итоге 3 в 1. В принципе, хелпа прибежала быстро. Нет, справляется. Наконец-то первый раунд за Москва 5. И я надеюсь, что именно это будет отправной точкой для того, чтобы начать делать камбэк. Потому что, конечно, в 8-0 это было совсем не здорово. И не то, чего мы все ждем от наших россиянок. А ждем мы от них, конечно, красивой игры и... Как можно меньше ошибок. Укрепление ДЛ от Москва 5. Причем очень-очень кстати, потому что тут масс... Масс-альтернет тоже пошли по ДЛ. И в итоге видим, что... Отличный хэдшот от Сейнт. Взрывает Виндетта своего врага. И в итоге ЗАЦ тоже здесь очень-очень коцаная. Жаль, что ее не добили. У нее совсем мало ХП. И, в принципе, наверное, было бы здорово это сделать. 5 ХП всего лишь у нее. 5 ХП. ЗАЦ идет по зигзагу. Кейти Бион перемещается под центр. Возможно, тоже пойдут по зигзагу. Сейчас должна их прочекать Соня. Ну-ка, покажите мне. Софию, да, вот. Пропал дым. И теперь она... По крайней мере, получает инфу, что... Враги где-то здесь. Да, это выход на центр. Даются дымы, даются флешки. Присел хэшка. Ну, ЗАЦ взорвись. Да, есть. Минус ЗАЦ и 2. В 5 класса. Надеюсь, что здесь все будет окей. Бионт Кейти на центре. Соня пытается зарандомить в дым. Не получается. Ой-ой-ой, это опасно. Очень опасно. 2. В 3 уже умирает Соня. И в итоге Венедета мелкая. И Сейнт. Венедета у нас прямо. Прямо на Катериспе. Чекает дым. Сейнт, делать минус. Ну, и Бионт 1 в 3. Надеюсь... Надеюсь, что она тут не накуролесит. Минус от Бионт 1 в 2. И если я обычно в таких ситуациях говорю, что, ну, тут, наверное, все будет окей. Тут вполне Бионт может и затащить раунд, потому что тут игроки в финале исключительно высокого уровня. Каждый может делать по минус 2, по минус 3. Конечно, это не то, что парни. Парни могут делать по минус 5, но девушки тоже не лыком шиты и готовы делать клачи и мультикилы. Но, к счастью, не в этом раунде. 8-2. К счастью, естественно, для русских болельщиков. Для немецких болельщиков, наверное, они сейчас в печали. 2-8. 2-8 всего лишь второй раунд, но такой заветный второй раунд. Татушка немножко якорит. Видимо, что она идет 1 на 10. Это, конечно, совсем не то, что мы привыкли от нее видеть. Но, надеюсь, у нее еще будет время исправиться. Мы помним, как Олег сыграл тоже 0 на 10 на даст и 2 против ЕСТ и гейминг на ВЦГ. А потом взял и сделал минус 4. Правда, это не особо помогло. Лучше не будем вспоминать, как Virtus'а выступили на ВЦГ. Лучше посмотрим на игру Alternate против Moscow 5. Итак, эти под Б. Еще трое около нижней темки. Мелкая в тупой. Соня в дверях. Вендетта поджимает Дейл. Уже поражала. Уже увидела, что никого здесь нету. И сейчас зайдет в спину. Сейчас главное Сейнт не отдаться на центре, потому что она совсем рядом с рогами. Минус спину. Второй минус. Отличный хэдшот. Два хэдшота просто великолепных. Почти убила свою, но не надо. Вовремя опомнилось. Наверное, как-то закричал матом. Но все сложилось очень хорошо. 3-8. Moscow 5 медленно. Очень медленно, но верно. Верно набирают раунд за раундом. Три-два играют Альтернейт. Двое под Б, трое под Дейл. Довольно пассивная игра. Татут, как обычно, поджимает Дейл. Ей помогает Вендетта. На этот раз, не знаю с чем. Наверное, с АВП. Судя по позиции. Просто она стоит с флешкой. Непонятно, что у нее. Все-таки. Нет, у нее калаш вообще. Она отжала калаш у врага. И, в принципе, это тоже неплохо. Saint контролит зигзаг с подъемчика. Sony держит центр. С АВП из темноты. И мелкая в тупой держит B-plant. Похоже, что гости будут у Тату или нет. Смотрим мы за ИРН. Там непонятно, как омошение происходит. Нет, передумали. Фаст зигзаг. Смотрим мы за Сейнт. Она у нас находится на гусе. С флешкой. Ей будет помогать Сони. Посмотрим вначале за Сони. У нее есть шанс. Сейчас сделать пару минусов. Промахивается мимо головы. Отходит на катарез. И теперь дело включается в Сони. Дает флеш. И выходит убивать. Один минус есть. Бомба выбита. Дает еще одна флеш. Ой. Ну, нет. Это был дым, к сожалению. Дается флеш, к сожалению. Ослепила Соню чуть-чуть бы. Чуть-чуть бы раньше. И тогда можно было бы с Сони спокойно выходить. Убивать слипых терроров. Сони промахивается. Берет калаш получает в голову. Два вблажа ситуации нельзя отдавать. Нельзя совершенно. Нужно что-то делать. Что-то придумывать. И в итоге Мелка ходит на катарез. Сони у нас совсем близко. Смотрит зигзаг. Возможно, сейчас будет делать подсадку на плант. Нет. Сони решает пойти по подъему. Умирает Сони. Ну, и теперь Мелка, конечно, будет очень сложно. Смотрим мы. Возможно, снимет. Ну, будет ли прострел? Нет. Прострела нет. Отмечает врага. Понимает, что оба ушли на зигзаг. И, в принципе, у нее очень плохая ситуация. Нужно... Один Милос есть! Ну! Только идти, только убивать. Зря. Зря. Причем, видите, Ипса совершенно не боится идти стреляться. Казалось бы, обычно в таких ситуациях совершенно чуть-чуть за уголком прячется ящика. Чекают, диффузит ли человек или нет. И если не диффузит, то просто продолжает прятаться. А если же начинает диффузить, то как бы его напрягают. Начинает его стрелять короткими чередями. А тут просто выходит, стреляет и убивает. Это как бы... Даже не знаю, в чью пользу это говорит. В принципе, не самое правильное действие. Но, с другой стороны, видите, спокойно перестреливает. Поэтому, причем бы и нет. Да, 9-3. Несмотря на вот эти три раунда, все-таки Альтернет продолжает гнуть свою линию. И вот оставшиеся три раунда было бы хорошо забирать свою копилочку. Отдавать еще хоть раунд, это уже совсем некомфортно себя чувствовать во второй половине. Снова Масс-Зик. Давайте посмотрим за кем-нибудь из немок на этот раз. Надеюсь, что я мозг-5 мы уже посмотрели. Смотрим, забьет. Она нас первый врывается, она тоже. Очень неплохо убивает обычно. Но вот они в этом раунде, к счастью. Вырвалась она на зигзаг. Там еще и предлагала халтв. Ничего не понятно, кто-то поумирал. И в итоге гипса одна в два. Ой, ну что же делает Соня-то? Немножко косячатся с ВП. Ой, простые, это еще Соня нельзя. Так, фуф, исправилась, исправилась. Так, держать 9-4. Жаль, что предлагала халтв, не увидели мы, как там что получилось. Какие там минуса сделал ЗАЗ. Как наши всех остальных уложили. Ну ладно, у нас еще будет шанс это увидеть, я надеюсь. 9-4. Смотрим за Соней. Что она сделает на центре СВП? Чек центра. Чек респа, вернее. И снова агрессивные позиции на чек нижней темке. Мы видим, что отдача у альтернейт. При этом они совершенно не спешат никуда идти. Видимо, переговариваются. Что-то обсуждают. И пса вообще вот тут сидит на респе. Выжидает. Да, что-то ждут. Чего-то ждут альтернейт. И вот потихонечку пошли. Такой стайкой. Стайкой даже не знаю, кого. Кто у нас ходит с стаями? Горностай пусть будут. Горностай. Ох, минусует мелкую в тупой. Затыкали просто без шансов. Ни одного минуса она не сделала. Причем даже не успела вообще выстрелить ни в кого. Смотрите, все живые терроры. Но это не дело, конечно. Это не дело. О, ну теперь должны тиммейджи ее исправлять. Ее ошибку. Минусует кейт и убивает ее. Ну, слава тебе, Господи. К счастью, да. Тиммейджи все почистили, все исправили. Но это не дело. Это не дело. Стоит, конечно, мелкой что-то исправить в своей игре. Если обычно сделать минус один, это все-таки тоже фейл. Надо делать больше минусов. То вообще должны успеть выстрелить против Глока. Но это я даже не знаю, как это назвать. Не знаю, возможно, отвлеклась. Возможно, я слишком строг. Может быть, просто почесала нос. Не знаю, что-нибудь такое. И бывает, бывает. Тайминг так попало. Ладно, не будем заострять на этом внимание. Мы видим, что альтернеет 23 плюс 2. Трое под B, двое под A. И Соня сейчас будет чекать Ипсон. Давайте посмотрим, что Соня должна делать минус. Не промахиваться. Жаль, что мы не успели посмотреть, как она это сделала. Но она не промахнулась. Это уже радует. И Рензас под B. Кейтс и Бионд на нуле. Причем тут посадочка Сейнт и Тату на зигзаге. Давайте посмотрим за ними. Нужно ее нехорошо встретить. Да, минус от Тату. Наконец-то она не промахивается. Минус 2 от Тату. Вот, проснулась. Наконец-то Алла. И в итоге 5-2. 5-2, я имею в виду. Остались игроки. Уже 4-2. Снова убили мелкую на B. Снова она немножко ошиблась. И в итоге ставятся бомбы на B. Сейчас, конечно, будет отбитие планта. Но, по факту, то, что снова на B-плант заходит, это нехорошо. Пошла флэш, пошли заходы. При этом бомбы пока не ставятся. Смотрите. Хитрят, хитрят альтернейт. Ой-ой-ой, что творится? Взрывают Вендетту. Убивают Сейнт. И в итоге 2 в 1. 2 в 1. Что же будет делать Ирен? Ирен берет бомбу. Чекает все позиции, где может быть враг. Ну, а кантри просто выжидают. Причем выжидают какой-то аркады от нее. Видите, боятся. Боятся заходить. Ой, минусует Соню. И 1 в 1. Тату заходит в таймик. При этом ловит ее. Ловит Ирен. И раунд за альтернейт. 10-5. Да, жаль. Очень жаль. Немножко не тимплейно сыграли. Москва 5 при этом началось все с ошибки мелкой. Вот так бывает. Хотя ситуация была 2 в 4. Смена сторон. Теперь Москва 5 нужно бать раунды. За атакующую сторону. Террористы победят. Ждем небольшая заминочка. Либо где-то судьи гуляют. Хотя вряд ли судьи гуляют где-то во время финала. Либо просто пока небольшой паузу взяли девушки. Нужно собраться. Все обсудить. И в принципе это наверное правильное решение было бы. Хотя стоит у нас на самом деле альтернейт. Москва 5 например полный сил. Бегают по карте. Ищут врагов. Так что возможно именно альтернейт что-то обсуждают. Не знаю. Подождем. Это не суть важна. Нам спешить некуда. Нам нужно досматривать ДАС-2. И потом смотреть вторую карту. ДАС-2. Ну что же. Вот и начало второго тайма. Пока я чекнул карты. Пока еще неизвестно. Какая будет следующая карта. Третья карта естественно тоже неизвестна. Но подождем. Что у нас там? Пятая немка. Судя по всему. Да. Пока еще не лайф нет. В принципе ситуация не особо плохая. Конечно не очень хороший счет. Но в принципе играть от него можно. И тут тоже все зависит именно от девушек. Что они смогут показать за атакующую сторону. Причем судя по всему. Я пропустил наставление ножи. Я там занимался настройками. Судя по всему. Московайф выиграли ножи. И решили начать за КТ. Что в общем-то довольно интересно. Скажем так. Может быть у них есть какой-то тайный план. Который нам пока понять не по силу. Не знаю. И так. Врыв по зигзагу. Ох. Мясо на зигзаге. Сейчас просто нас ожидает. Тут куча народа. КТ делает минус два. Берет бомбу. И будет ли проход дальше по зигзагу. Да. Нет. Отходит. Отходит обратно под нижнюю темку. Соня бежит к ним. И это фаст перетяжка на Б. Ну. Кстати. Могли бы сейчас попробовать развести бы. Альтернейт. Потому что альтернейт сразу же тоже перетянулись на Б. Ну ладно. Ставится бомба. Мелкая прикрывает из темки. И Соня пока тоже медленно далеко бежит. И тоже будет в темке. Смотрим за мелкой. Ее задача сейчас сделать минус А. Нужно не делать минус. Ну где же минус? Ей это тату. Сент пишет не туда. Про цвета ДЛ. Но тем не менее. Раунд за Москова Файф. Справились. Справились девочки с первым раундом. Ну и теперь в принципе. Все карты на руках. Плюс пара отдач. И счет скоро сравняется. Если не будет каких-то диких косяков. Двичайший холд от Москова Файф на респе. Даже к ДЛ близко не подходит. Боятся быть взорванными. Боятся угодить в капкан. В ловушку. В западню. Знаете как в фильме Пила. Или где-нибудь в фильме Пила 5. Например. Там пожестче ловушки. Вот да. В такую попасть никто не хочет. Поэтому боятся. Боятся заходить. Решили пойти на Б-план. И в целом правильное решение. Там всего лишь одна Ипса у нас в окне. С гранатой. И сейчас будет жестко закидывать гранатами от Альтернейт. Убили Ипсис гранаты в руке. Ну и толком гранаты эти никого не подходит. Ну что же. Еще один раунд за Москова Файф. Сейчас счет станет 10-7. Да. Без проблем. Еще одна отдача от Альтернейт. Именно поэтому хорошо, что сейчас наши девушки играют за Т. Аркады по зигзагу, по джим ДЛ, по джим Центра. Но это никоим образом нас не волнует. Потому что у нас уже девушки зашли на Б-плант. Он пустой совершенно. Никого там нету. И только мертвые с косами стоят, как говорится. И вот сейчас Альтернейт забегают с Тири Спа. Возможно, Вендетта очень удивится. Ну-ка, ну-ка, посмотрим за Вендеттой. Сейчас она должна услышать жесткий топот. Да, увидела 4-х КТ. Дает флеш, дает инфу. Ну и смотрим, как будет разруливаться. Сейчас, в принципе, могут достать Вендетту бедную. Со всех сторон у нее прыгают супостаты. И сзади, и сверху, и спереди. Но, вроде как, со всеми справились. 10-8. 10-8. Два раунда всего разницы. Закупочный раунд от Альтернейт. И вот теперь, если М5 возьмут его, то все будет совсем хорошо. Счет сравняется. Ну, если учитывать отдачу. А там уже действительно все будет зависеть от того, как девушки будут играть. Поджимчик из зигзага. Я вижу от Альтернейт. Причем жесткая посадка. При этом, по-моему, не заметили. Да, не заметили на ящике Контра. Скорее всего, потому что он был в дыму. Не прочекали дверь справа. Но это, конечно, немножко фейл. Там Ипс сделала минус 2. Это, конечно, такая немножко детская ошибка. Нужно чекать сразу слева-справа. Этого не было сделано. И в итоге просто 2 жизни М5 подарили. Альтернейт сказали, берите, пожалуйста, нам не жалко. У нас так своих много. Но надеюсь на это. Надеюсь на то, что своих много в жизни. И то, что они ими распределятся как надо. Двое под Б. Мелкая Соня, Соня СВП. А под Б это, в общем-то, никого нет. Такая немножко курьезная ситуация. М5 уже могли бы 20 раз бы зайти на Б-плант, поставить бомбу, уйти там, не знаю, какой-нибудь занять позиции. Но они очень медленные. Ну, их можно понять, они же не знают, что контры-то все на А. Чекают позиции. Заходят на Б-плант. Понимают, что здесь никого, в общем-то, нет. Получают флешку. ХЕ-шку. Целых 3 хп было снято у мелкой. Очень опасно. Притом по 97 хп у мелкой у Сони. Не самая лучшая позиция сейчас вообще у девушек. При этом бомбы-то у Сони. Она ставит ее в угол планта. ЗАС ждет своей команды в Темке. Ну, в общем-то, очень дисциплинированно действует девушек в интернет. Сони попадают, но толка-то мало. Мелкая боюет, и отличный минус от мелкой. Да, минус 2. Раунд за Моску-5, казалось бы. Казалось бы, уже отданный раунд. Неудачные позиции для Сони, и мелкая, в общем-то, была зажата в тупой. Но, вот смотрите, Соня все-таки смогла. Изловчица сделала минус перед смертью с АВП. В такой вот очень опасной для себя ситуации. И мелкая просто казала класс. Вот исправилась со своей ошибки на Б-планте. И будучи контртеррористом. Она теперь вот за терроров в тупой делает минуса. Вот когда играла за контров, она минуса, к сожалению, на Б-планете не делала. Ну что же. Возможно, ей просто нужен был коллаж. Теперь вот с коллажом она будет решать уравнение. Квадратное. И даже Б-квадратное. Если вы понимаете, о чем я смотрим. Тату под Б, с которой Титаник очень осторожно действует в мозгу 5. Боятся, опять же, активных действий от Альтернейт. Боятся аркад. И, в принципе, не зря. Мы видим, что засада на Б-планте. К счастью, М5 на Б-плант и не подумывает идти. Мы видим аркаду от Ипсы по ДЛ. Тату ее там, по-моему, неплохо простыли. Да и сейчас подойдет тоже неплохо. Или что у нас? Отошла? Ипса. Нет, Ипса все еще контролит ДЛ. И Тату главное сейчас дождаться. Дождаться ее. Тату очень хитрая. Понимает, что вряд ли Ипса пошла оттягиваться обратно. Она, скорее всего, стоит рядом. Да! Отличный минус. И 5 в 2. Ситуация должна быть завершена в пользу мозгу 5. Счет станет 10-10 и он сравняется. Ситуация должна быть завершена в пользу мозгу 5. Ситуация должна быть завершена в пользу мозгу 5. Сейф калаша от ЗАЗ. Больше ей делать, естественно, нечего. Но вот боюсь, что она сейчас придет по ее душу. Наши девушки, как говорится, калаш нам и самим нужен. Вон, Тату, раз она мертва, без калаша, почему бы не отжать его? И не бросить ей в качестве подарка. Ах! Не смогла, не смогла Зайна Птуркина засейвить свой калаш. Лишили ее этого чудесного оружия. И в итоге, счет 10-10, закупка от Альтернейт. Смотрим за Соней. Возможно, кого-то прочекает, кого-то покоцает. Нет, ни в кого не попало. И смотрим за разным событием. У нас Мазделл втроем, а у Альтернейт, наоборот, поджим зигзага. Довольно агрессивно они все взяли. При этом я боюсь сейчас прочекать, что на нуле никого нету. И сместятся как-нибудь. Хотя нет, отход, отход Москофаев обратно. На ноль. Смотрим за ЗАЗ. У него очень комфортная позиция для того, чтобы сделать с нее 1-2 минуса. Вот первый минус. Сразу же, конечно же, уход с позиции. Оставаться на ней было бы самоубийством чистым. Ну и вообще, естественно, уход вообще с зигзага. Там сразу полетели хаешки. Но в итоге ЗАЗ полжизни себе сохранила и забрала Сейнт. Соня у нас на длине, при этом у нас на вообще никого нету. Вернее, не у нас, а у Альтернейт. Никого нету на Апланте. Отпустили они сам Плант. То есть двое на КТ-РСП, двое на зигзаге и один на Б. Ох, убивают ЗАЗ отлично. Вовремя она отвернулась. Убивают РН. Мелкая Тату Вендетта. Что делают? Молодцы, просто молодцы. И в итоге остаются два контра на КТ-РСП. Это Бионт и Кэйти. Что они будут делать? Перетяжка на зигзаг. При этом мы видим, что Ипса просит тайм-аут. Сразу видно. Испугались. Испугались напором российских девчонок. Поняли, что что-то здесь не так. Ох, как сбривают голову. Тату просто не дают шансов. Бреет на лысо, как Бритни Спирс. 11-10. Да, вполне понятно, почему Альтернает берут тайм-аут. И причем берут они его, скорее всего, после этого раунда. Потому что у нас не было геймпендинга. Или что? Или был? Как-то непонятно. Или просто не просят пока тайм-аут, но его еще не было. Но не суть. Все в том, что действительно пока игра идет не по плану Альтернает. 10-5, в принципе, нормальный счет. Но вот теперь видим, что игра идет по диктовкам Moscow Five. Счет 6-0. Альтернает пока не могут взять ни одного раунда. И причем многие раунды берутся именно за счет неплохих индивидуальных действий Moscow Five. То тату сбривает от головы, то мелкая, тащит, тупой и нычки. Ну, вообще, замечательно играет Moscow Five. Видно за терроров. Они сразу поднялись духом. В полиции-то никто не любит, это понятно. А вот убивать людей, вздавать бомбы, это все любят. И вот поэтому, естественно, воспряли духом девушки. 3 в 5. 3 в 5. ЗАС контролит в Бинске Буфор ЗЗН. Контроль тоже неплохо взбор. Что делают Ипса ЗАС? 2 в 2 ситуация. Причем заходит уже и Сейнт на Бэплант, и Соню у нас контролит ДЛ. Причем не знаю, что он здесь делает. Надеюсь, что бомб это будет поставлен на ДЛ. Да, естественно, Сейнт ставит бомбу на ДЛ. Вернее, пока не ставит. Она не может поставить, потому что уже по ее душу бегут. Зигзага. Она это прекрасно понимает. И ей нужно вначале кого-нибудь убить. Тем более, есть 30 секунд. Минус один есть. И вот теперь Соне очень-очень сложно будет что-то сделать. Ипса понимает, что Соня где-то рядом, а бомба-то лежит. Берет бомбу Соня. 22 секунды. Ставит за ящиком, и Ипса как раз-таки на руку нам никуда не идет. Думала, что, видимо, будут какие-то активные действия от Сони, но Соня с АВП, и тут, конечно, не до активных действий. Вот и пауза, та самая, о которой просили альтернейт совершенно не вовремя. В такой разгар такого интересного момента, когда вершится судьба раунда, один в один, поставленная бомба, Соня с АВП уходит на ДЛ, бомба стоит на ДЛ, и тут просто кто кого. Кто ловчее, хитрее, сильнее. И вот нам вот геймпендингом обрадовали. Но он скоро, минуток, этак через три, я думаю, он снимется, и мы увидим продолжение этого раунда. А пока можно подождать. Ждем. Ждем. Еще раз ждем. Вообще у Ипса в этой ситуации довольно большие шансы взять раунд, она очень опытный игрок, ей 24 года, игрок сборной Швеции, играла в таких командах, как Сеулс, Мим, Пингзинник и даже Фнатик. Вот, я боюсь, что у нашей Софии такого опыта нету, такого международного. Но посмотрим, возможно, молодость возьмет свое, и мы увидим взятый раунд в исполнении Модского 5. Надеюсь, кстати, что я поступаю корректно, называя Софико Софии, и мне кажется, что это такие, ну, одного типа имена. Если кто-то в курсе, допустим, в чате, вы меня поправьте, а то я не знаю, вдруг я ошибаюсь, все-таки нужно назвать имену Софико, вдруг это принципиально. Тогда бы я, конечно, и справился. Почитаем пока чатик. Кстати, боюсь, как бы эта пауза не пошла. Очень сильно на руку альтернейт, потому что мы уже видели, как они брали паузу в матче с Экстеншн, и после этого они проиграли раунд. Но потом взяли, потом взяли, потом сыграли в ничью на первых овертаймах, и, наконец, потом собрались и взяли вторые овертаймы. То есть, в общем-то, игрони нехило перестроили. До этого они проиграли вообще в нуле. По крайней мере, за КТ на нюке. За Т они начали очень хорошо, а потом, да, они за КТ, вернее, за Т взяли 13-2 первую сторону, а потом, соответственно, за КТ отдали те же самые 13 раундов. Так что, как бы не было чего плохого от этой паузы. Вот сообщает нам, что Софико — это грузинский вариант имени Софии. Ну, тогда, наверное, в принципе, не думаю, что что-то я страшно совершил на завтра у Софии. Но, все-таки, для точности... Отличный минус от Софико! Ну, вы сами все видели. Неожиданно просто отжали паузу, я даже не ожидал, что так это внесапно произойдет, но... Видим мы, что раунд остался за Москову 5. Отлично! 7-0, 12-10, и... Я очень-очень рад. Отдача, отдача у Alternate. Ничего им больше не сделать, и Москов 5 угадывать направление. Угадывать направление, угадывать, куда им нужно идти. Идут они на Б, тут вообще никого нет ни души. Даже мертвые с космами уже не стоят, все померли. И в итоге, мы видим повторение раунда, Alternate сладут по Террис Пу, и Псозас решили пойти на Зигзаг. Ой, Боящий Смелку убит в спину, она, по-моему, немножко не догоняется. Сзади могут ее обойти. Да, к сожалению, ее убивают, но тут все равно подстраховывает Сейнт, смотрит на Темку, и все должно быть хорошо. Мелкая пишет, take it. Забрала, что-то забрала, и Псаган. Таким образом, его отжало, а счет уже 13-10. Всего три раунда осталось у Москву-5 до победы. Совсем немножко нужно дотянуть. И что у нас тут у Москву-5? Вернее, да, что у нас тут у Москву-5, все правильно. У Москву-5, конечно, закупочка. Ну-ка, посмотрим мы за Соней, где она у нас с ВП. Чекает аркаду, там, в общем-то, никого и нету. Мы видим, что подсадочка, двойная подсадочка, башенка против Зигзага на центре, плюс ЗАС еще в аркаде. То есть, Альтернет планирует, ожидает, вернее, атаку на Зигзаг. Укрепили его нехило и, боюсь, как бы М5 туда и не пошли бы. Хотя мы видим, что трое М5 под Б-плантом. И тут уже вряд ли будет жестко так и на Зигзаг. Вот разве что только Тату сейчас здесь помрут. Ну, тут явно будет минуса. Ох, отличный минус от Тату! Пропустили ее по Зигзагу и... Просто снесла на голову Зайнап. В итоге ситуация 4 в 4, Тату продолжает накалять на Апланте. И благодаря этому у нас жесткая оттяжка на Аплант. К сожалению, не заметили Бьонт на Б-планте. Она там заныкалась. Ох, Соня минус 2 уже делает. Где же Соня? Покажите мне ее. Вот же она. И ждем мы, ждем, когда убьют еще Ирен и Ипсу. Ипс у нас на катаре спе. Ирены боют к нижней темке. Ситуация 2 в 2. Не самая благоприятная. Соня ушла на Дэнс. И мелкая присоединяется к ней здесь. Решили потанцевать девочки на Дэнсе. Смотрим за Соней. Она даже не делает минус. Убивает мелкую и все зависит от Софико. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, раунд, к сожалению, за Альтернейт. 13-11. Похоже, что пауза пошла как раз на пользу. О том, о чем я и говорил. К сожалению, не справилась со стрельбой. Девушка в темке в нижней. Умерла. Иначе все было бы намного лучше. Плюс вот. Промахнулась Софико. И... Один раунд. Да, досадно, но ладно. Сейчас нас ожидает жесткий замес на ДЛ. Причем обеих команд на кубочке, естественно. И... Мы видим минуса. За Альтернейт. Да, не самое начало раунда. Не самое успешное начало раунда. И что было делать в Москву 5? Бомбы выбиты. Им нужно срочно ее забирать. Соня делает минус. У нее получается выцепить Ирен. По отцаточкам на ящик. Флешечка. Ну и все вместе сейчас будут забирать бомбу и пытаться кого-то здесь убить. Да, быстрый отход обратно нету. Нужно убивать. Ну как же так? Минус 4 уже от Бион. Промахивается Соня. И... Минус зас. Тут же еще Бион. Я надеюсь, что Соня об этом помнит. Похоже, что Соня об этом не помнит. Да. Еще один раунд за Альтернает. 12-13. Альтернает начал набирать раунды. Вот мы видим просто подтверждение тому, что таймауты очень важны. И что взяв таймаут в нужный момент, можно очень сильно сбить игру противника. Можно перестроить свою игру. Немножко абстрагироваться от проигрыша. Допустим, от каких-то фейлов. И заиграть заново в полную силу. Так что... Таймаут это очень хорошо. Одна кубочка от Moscow Five. Снова башенка на центре. Дается флеш. И сейчас... Ох, должны понимать, что здесь башенка. Ну, где же минуса? Да, минус Твендетта. Бион двух сбивает. Ну, как же так? Минусует Бион за свою на зигзаге. Делает минусы. И в итоге 2 в 2. Соня где-то сделала минус. На Б, да. Ставит бомбу. Но при этом тату очень коцаная. Она вообще не жилец на этом свете. У нее всего лишь 2 хп. Она будет пытаться отрезать кого-то на Б. И у нее есть большой шанс. Ох, ну где минус? Да, есть минус от тату. 2 хп даже играют роль. И теперь 2 в 1. Я надеюсь, что никакого фейла не будет. Тату в темке. Дается дым против Ирен. Ирен сама сейчас будет давать дым в темку. При этом... Да. Немножко далековато улетел дым, мне кажется. Или нет? Нет. Как раз таки под тату. Ой-ой-ой-ой-ой. 2 хп у тату. 7 хп у Ирен. И теперь... Да. Отлично. Раунд за Москву 5. Хоть Ирена и убивает тату, но... Бомба взрывается. Она слишком быстро тикала. И в итоге... 4 раунда за Москву 5. Всего 2 раунда до конца игры. На этой карте. Мазбет. Москву 5. Возможно, это будет что-то интересное. Ольтернет. Антифлешка. Но она никак не мешает Вендетти. Убить Би Йонт. Она улетела далеко. Ей за спину. И, в общем-то, оказалась фактически бесполезной. Видимо, что-то не рассчитала немецкая девушка с респом. С таймингом. И в итоге за это поплатилась. 5-4 ситуация. У нас все живы. Милоса сейчас должна убивать спину. Должна делать минуса. Ой, ее испалилось. Очень жаль. Но сделав это минус, возможно, сделать еще и второй. Отличный спрей. И 5-2 ситуация. Нужно ее реализовывать без всяких ошибок. Да. Даже сами Альтернет понимают, что в этой ситуации им лучше засейвить оружие на последний 15-й раунд. Вытащить овертаймы, что они уже делали. Между прочим, против... Против экстеншн, как раз-таки. Поэтому, раз им это не впервой, почему бы не пойти не засейвить. А2 в 5 это без шансов. И мы поздравляем с тем, что М5 уже вывели игру как минимум на овертаймы. Ох, как плохо. Все, с деньгами у Альтернет. Это, конечно, не может не радовать. Видим мы, что у них полкоманда деглы. Фамас убьен. И тут, конечно, вряд ли, вряд ли у них что-то получится. Тем более, что... Ну, это ГГ. Мы поздравляем Москву 5 с победой на первой карте. Где у нас там Ирэн прячется? Смотрим. Смотрим мы за Ирэн. У нее целых 7 хп против 4-х... 4-х Москву 5... Москву... 5-чек. Я даже не знаю, как искать это в женском роде. Если в мужском, это еще можно извернуться. Искать Москву 5-ов-цеф. То вот как это будет в женском роде, я боюсь даже представлять. Москву 5-ов-чак. Вов-чан. Ладно. Не будем ломать мозги и язык. Смотрим за Ирэн, как она умирает от... Восьми рук. Оставшихся против нее. И это 16-12 ГГ. Первая карта за Москву 5. Они уже наполовину ногой в победе. Наверное, можно так сказать. Да. На пороге. На пороге победы. Смена карты. Сейчас мы узнаем, что же там будет за вторая карта.